Продолжение следует... 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 Ну и спектр здесь принципонтипичен, диарея, колит, пульмонит, со стороны кожи, со стороны гипофиза, и при использовании комбинации они закономерно, их частота выше. Ну опять же помним, что если мы видим, что лечение представляет угрозу для пациента, если определенная длительность лечения привела к развитию серьезных осложнений, то мы можем их прекратить, поскольку в целом прекращение терапии ингибиторами иммуно-восточных контроля из-за развития осложнений не приводит к уменьшению ее эффективности. Вот одно из таких же под исследований, под анализов, проведенных в рамках исследования, посвященных почечно-клеточному раку, мы видим, что кривые выживаемости пациентов, у которых терапия была прекращена, даже выше, чем кривая выживаемости всей группы, всей группы пациентов. Поэтому не нужно, скажем так, лискую жизнь у пациента продолжать лечение, несмотря на развитие серьезных осложнений. Нужно вовремя остановиться, поскольку остановка лечения из-за токсичности, она не сопровождается уменьшением эффективности, еще раз повторим. Ну и поскольку мы сейчас уже работаем с комбинацией иммунных препаратов и цитостатиков, то, конечно же, интересно, суммируются ли, складываются ли осложнения этих двух видов лечения. В частности, проведена оценка девяти рандомизированных исследований, большое количество пациентов, безусловно, в них комбинации ингибиторов иммуноточек контроля PD-1 и PD-L1, неволумаб, эмбролизумаб и тазолизумаб, вместе с платинно-сержащими дуплетами, которые применяются в лечении больных немелклеточным и мелклеточным раком легкого. Ну, здесь представлены наиболее частые осложнения, в любом случае их частота не самая высокая, но мы видим, что гепатиты чуть более часто развиваются, до 17%. Закономерные осложнения стороны щитовидной железы, стороны гипофизы, пульмониты, при этом их частота до 7%, в принципе, это довольно значимая. Ну и, конечно же, кожная токсичность. То есть практически все больные имели более чем одно нежелательное явление, очень много пациентов, 60-80% имели осложнения более чем третьей степени тяжести, но при этом серьезные негативные осложнения и токсические смерти при использовании комбинации химиопрепаратов и иммунных препаратов не стали выше, если сравнивать только с химиотерапией. То есть, к счастью, в, скажем так, в черную копилку токсических смертей, летальных исходов на лечение иммунотерапия свой вклад не вносит. Дифференциальный диагноз, разумеется, он должен быть между осложнениями стороны химиотерапии, стороны иммунотерапии. Ну, в принципе, мы, имея опыт, длительный опыт работы в лекарственной терапии онкологических пациентов, мы знаем, да, что сроки развития осложнения стороны системы кровотворения, печени, кожи, легких, почек, они, конечно же, будут различаться при использовании цитостатиков или при использовании ингибиторов иммуноточек контроля. Ну, помним, что такие препараты, как токсаны, коробоплотин, они довольно часто вызывают повреждения печени. Пиметрексет, препарат, который часто используется для лечения злокачественных опухолей легких, это проблема со стороны кожи, со стороны легких, со стороны почек. То есть, в принципе, если мы используем комбинацию цитостатиков и ингибиторов иммуноточек контроля, то, конечно же, этот диагноз, он должен проводиться, и нужно учитывать спектр токсичности уже, получается, двух групп лекарственных препаратов. Коррекция осложнений мы знаем, эти основные принципы, в зависимости от степени тяжести, когда при первой степени мы можем продолжать лечение, но при таких потенциально серьезных осложнениях, как неврологические, кардиологические, гематологические, даже при первой степени тяжести мы лечение все-таки отсрочиваем до оценки динамики этих осложнений. Ну и в дальнейшем, в зависимости от нарастания степени, мы используем уже стероиды, мы уже, начиная со второй степени, длительно используем стероиды, не менее 4-6 недель. При третьей степени тяжести мы уже прекращаем иммунотерапию как таковую, используем высокие дозы стероидов, парентеральных вводим. И при рефрактерных формах осложнений, конечно же, используем уже другие группы иммуносупрессивных препаратов. Четвертая степень тяжести – это, конечно же, угрожающее жизни состояние, полное прекращение иммунотерапии, но только за исключением эндокринопатии, которые, как я уже сказала, на фоне адекватной заместительной терапии, они могут позволять нам продолжить иммунотерапию, ну, при наличии, конечно, пользы для пациента. Ну, и, разумеется, чем больше информации мы получаем, тем более точными будут наши рекомендации, более точными алгоритмами. В частности, вот в последних работах указывается уже о том, что необходимо профилактировать и пневмоцистную пневмонию, если мы длительно используем кортикостероиды, то есть препарат, например, бисептол, использовать, возможно, у этих пациентов. Возможно, такая опция, как пульс-терапия при гнизолонах, например, когда мы используем очень высокие дозы в течение трех дней, особенно для рефрактерного гепатита или при патологии со стороны нервной системы. Если мы одновременно диагностируем, ну, или клинологи, которые должны работать в нашей команде, одновременно диагностируют нарушение функций анпочечников и щитовидной железы, то проводится определенная очередность коррекции этих осложнений и так далее. То есть, конечно, чем больше клиническая информация, тем более точные, более, так сказать, адекватные будут рекомендации по их коррекции. Ну, и просто осветить некоторые основные осложнения, которые мы имеем, наверное, такие базовые принципы лучше освещать на таких наиболее частых осложнениях, в частности, на дерматологических, которые, как мы уже говорили, наиболее рано развиваются. В принципе, срок их развития исчисляются даже днями, уже на 10-й, на 20-й день от начала лечения, особенно при использовании комбинации препаратов, мы уже можем ожидать развития дерматологических осложнений в виде сыпи, в виде кожного зуда и так далее. Как правило, сыпь макулопопулярная, поплупустулярная, фолликулярная, уртикарная, различные проявления дерматита, ксеродермии, витилига, которые чаще возникают при лечении, как правило, меланомой кожи и, как правило, подтверждают наличие клинического эффекта. То есть проявления могут быть самые разнообразные и, в том числе, и редкие поражения кожи в виде лихидоноидного дерматита, болезного пенфигоида, воскулита, синдрома Стивенса-Джонсона, токсического эпидермального некролиза, который действительно представляет уже угрозу для жизни пациента и требует принятия экстренных уже видов помощи. Разнообразие очень высокое проявлений. Гистологические тоже довольно характерная картина. Это лимфоцитарная инфильтрация, и азинофильная инфильтрация, повреждение эпидермиса, явление гиперкератоза, паракератоза, акантоза. То есть, в принципе, довольно типичная картина. И, конечно же, крайне желательно, чтобы мы имели доступ, пациент имел доступ к помощи дерматолога-специалиста в этой области. Существует такое понятие плановые консультации, когда мы видим вторую степень тяжести, не более 30% площади тела, когда имеется волдырная сыпь менее 1%. То есть, в принципе, это уже эти ситуации, с которых мы, как онкологи, можем не справиться. Поэтому здесь необходима консультация дерматолога, но и срочная, если мы видим уже сыпь более чем на 1% площади тела, если имеется третья степень тяжести по площади поражения кожных покровов, поражения слизистых оболочек, болевой синдром. То есть, это уже основание для срочной консультации дерматолога и назначения такой адекватной полноценной терапии. Остолочные стороны желудочно-кишечного тракта тоже большое разнообразие проявлений. Это от банальной, условно банальной, конечно, диареи, до явлений уже колита, когда имеются боли в животе, тошнота, рвота, запоры, кровотечение с прямой кишки. В тяжелых случаях, разумеется, уже лихорадочные реакции, перфорация кишки, кишечная непроходимость. И помним, что помимо кишки, может быть, поражение и выше расположенных участков желудочно-кишечного тракта в виде зафагита, гастрита, стоматитов. То есть, в принципе, тоже большое разнообразие этих проявлений. И помним, что если диарея второй степени более двух недель, если ухудшение общего состояния пациента отмечается с явлениями обезвоживания, сепсиса, нетропинии, диарея третьей-четвертой степени – это показания к эндоскопическому исследованию. Причем, предпочтительно именно тотальная колоноскопия, поскольку действительно в разных участках кишки может быть разная степень повреждения. От абсолютно интактной кишки, которая при ректосигмоидоскопии может быть обнаружена интактная кишка, а выше может быть и язвенное поражение и так далее. И закономерные такие находки, которые мы видим, это и от покраснения отечности эрозий до тяжелых проявлений в виде уже наличия язв, дефектов. Ну и, конечно, самая тяжелая ситуация – это уже перфорации, требующие хирургического вмешательства. Ну, здесь просто наш клинический опыт. У нас два было очень тяжелых ее линии колита, когда у пациентки при отсутствии эффекта кортикостероидов высоких доз уже необходимость была в применении инфлексимаба. И, к счастью, это увенчалось успехом. Пульмональные осложнения формально не относятся все-таки к редким, но в клинической практике, мне кажется, мы видим их довольно часто, поэтому на круг, наверное, каждый десятый пациент уже точно имеет осложнение стороны легких, поэтому не такие уж они и редкие. И, в принципе, они до последнего времени относятся к категории осложнений, которые могут иметь и фатальный исход. Мы видим, что после миокардита, после поражения почечников, после гепатита пневмонит тоже является одним из первых в списке осложнений, которые могут носить фатальный характер. Факторы риска развития пневмонита, ну, они как бы лежат, наверное, на поверхности. Это само по себе заболевание рак легкого, это и хронические заболевания легких фоновые, и применение лекарственных препаратов, тот же пневмитоксет, о котором мы говорили, гемацитабин, которые могут повреждать ткань легкого, интерстиции легкого, предшествующая лучевая терапия, комбинированная иммунотерапия, то есть все это повышает риск развития осложнений стороны легких. Причем даже и после окончания курса иммунотерапии может быть развитие любого осложнения, в том числе и стороны легких. Вот мы видим пульмонит через полгода после окончания иммунотерапии. Диагностика, она, в принципе, уже разработаны, характерные признаки, лингологические признаки. Это признаки такого называемого матового стекла, и сейчас, конечно, с учетом нынешней обстановки эпидемиологической, все становится сложнее диагностировать, проводить диагноз, вернее, необходимость диагноза, она существует. В частности, вот наш опыт, это она в начале пандемии, когда действительно еще сложно было и рентгенологам, и нам различать эти виды, так сказать, патологических реакций, нам было сложно, например, провести диагноз между пульмонитом и, как потом оказалось, развитием ковид-ассоциированной вирусной пневмонии у пациента, который получал от эмбролизума. Ну, к счастью, у этого пациента через несколько месяцев разрешилось полностью данная ситуация обусловлена ковид-инфекцией, и сейчас абсолютно здоровые, интактные, легкие. Лечение, в принципе, те же самые основные моменты. При первой степени даже допускается продолжение иммунотерапии, хотя, разумеется, это требует очень тщательного монетарирования и симптомов, и данных лингологической картины. При второй степени уже, конечно, приостановка терапии астероидами и при большей степени тяжести уже более активное лечение, в частности, использование иммуносупрессоров, инфлексимаба, циклофосфамида и так далее. Ну и при второй степени тяжести возобновлять лечение, в принципе, можно, и мы тоже в своей практике это используем. По крайней мере, после двух явлений пульмонита у нас были пациенты, которые успешно возобновляли лечение и без каких-то нарастаний данных патологических реакций. Но для третьей степени, конечно же, уже нужно очень взвесить тщательно возможные риски и пользы для пациента. Регресс довольно отчетливый, пилец тоже наш клинический опыт. И, конечно же, буквально схематично напомню, что проблема лечения осложнений, это лифрактерность, разумеется, к первой линии терапии, когда мы используем кортикостероиды, но не видим эффекта или видим коротковременный эффект. И, разумеется, сложно разработать какие-то вот такие четкие рекомендации, поскольку сложно набрать группы пациентов, которые получили бы те или другие препараты последующие, иммуносупрессивные, поскольку перспективные исследования их сложно спланировать, практически невозможно. Информация у нас из небольших исследований, из клинических случаев, из клинического опыта каждых экспертов, например. И нет никаких маркеров, которые могли бы нам помочь в предсказании наличия резистентности. Для колита считается, что если мы эрозию и язву обморуживаем при эндоскопическом исследовании, почему в том числе необходимо его делать, это преддиктор резистентности к стероидам. И в этой ситуации уже, конечно же, сигнал для перехода к более сильным препаратам, к тому же инфлексимабу. Но сейчас вот существует уже акцент, скажем так, на коллекцию осложнений с учетом патоморфологических особенностей. И мы видим, что здесь уже больше патоморфологические находки описываются, что обнаруживает патоморфолог при тех или других видах осложнений. В каком-то случае приобретают лимфоцитарные инфильтраты, в каком-то случае асептическое воспаление, признаки и так далее. То есть это, в принципе, в команде патоморфолог опытный тоже должен быть. И считается, что можно будет разработать алгоритмы, которые будут учитывать именно основной механизм повреждения. Что там обнаруживается при основании коротокорфологии для биопсии пораженного органа. И в зависимости от того, что мы там обнаруживаем, язенофильную инфильтрацию, лимфоцитарную, реакции, обусловленные антителами или комплиментом, то можно использовать с учетом потенциальных мишеней, мы видим такую огромную перечень уже. Это энтролекин-6, энтролекин-1, пятый, эмтор и так далее, можно использовать препараты, которые воздействуют на данные мишени. И уже потенциал третьей линии терапии, когда используются механизмы уже иммунной деплеции, иммунной энергии, иммунной супрессии, трансплантации фекальной микробиоты и так далее. То есть, в принципе, ясно, что такие активные изыскания в плане коррекции осложнений, они только будут продолжаться. Поскольку чем больше мы пациентов лечим данными препаратами, тем больше новые и новые моменты у нас появляются. В частности, например, у нас в клиническом опыте недавно не было этих осложнений, но они появились в виде миозита. У нас два пациента, по крайней мере, есть. Это тоже редкое осложнение, но оно тоже при накоплении опыта появляется. Поэтому, конечно же, необходимо дальнейшее изучение механизмов возникновения этих осложнений, возможность проспективных исследований, может быть, это реально будет их провести. Необходимо искать маркеры и генетические, и суррогатные маркеры, которые могут в предсказательном развитии осложнений, предикторы устойчивости к стероидам, ну и персонализация, конечно, коррекция осложнений с учетом типа иммунного воспаления, который, наверное, будет активно изучаться. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.